всем привет вы на канале польза нет меня зовут саня и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что я буду для вас обозревать риме 10 про плюс сравнивать параллельно буду с сяоми редми ноут 12 про и почему потому что это плюс-минус одинаковый ценовой сегмент потому что вот это дело также может как это дело снимать в максимум в 4к 30 fps у обоих этих девайсов одинаковый процессор dimensity 1080 я бы сказал что здесь оптимизация уровня нереал почему потому что я гонял его час свечи за час свечи с онлайновым стримингом и игре в apix он съел всего 17 процентов pink внимание в отличие от некоторых других риме не падал в течение часа фоточки на него просто шикарная матовая поверхность очень многим понравится и это первый смартфон в категории до 20000 рублей который я держал в руках у которого вот такие грани которые подразумевают что это оля попытка сделать водопад это не идеальный смартфон почему потому что в каких-то моментах он стал хуже чем у предшественники но каких-то моментах он вырвался вперед в первую очередь наверное по цене потому что когда у него был старт продаж у нас был низкий курс вот это дело прям стоило нереально приятных денег в принципе как и это дело сейчас стоит это смотря как смотреть у меня китайской версии на руках разумеется google и все работают разумеется никаких сейчас съемка ведется на sony fx 3 после sony fx 3 беру эти два смартфона вы увидите картинку с основной камеры в тех же условиях с фронтальной плюс на улице посмотрите стабилизацию поймете нужна ли вам картинка с этого смарта потому что к видео у меня огромные вопросы в первую очередь к стабилизации и в конце мы с вами резюмируем во всяком случае придем к какому-то единому знаменателю стоит ли это дело приобретать если да то в какой ценник когда почему и глобалку или китайскую версию смотрим ну что же основная камера 4к 30 fps оба девайса стоят разумеется вертикально и сейчас вы слышите допустим с риме 10 pro плюс как идет звук и сейчас с редми но 12 обращайте внимание как перепрыгивает значок если говорить о камерах то здесь еще вопрос кто лучше кто хуже почему на редми но 12 про я до сих пор еще не делал обзора и той другой китайской версии у того и у другого без проблем встают google сервисы но повторяюсь что у меня вопрос к стабилизации если брать картинку вот смотрите по поводу автофокуса я не думаю что будут какие-то проблемы у того или у другого устройства если говорить о каких-то вещах из разряда как снимать где удобно ну плюс-минус те же тапки только в профиль почему потому что 4к 30 fps максимум что-то надо для одного что для другого по микрофонам я бы не сказал что огромная разница но опять же вам сравнивать картинки моя миссия всегда только показать вот у меня два девайса оба довольно сырых оба китайские версии оба с гуглами с русский с русским языком мурилы у родных слову в китайской версии разумеется его нет и вот так будет снимать основная камера в тех же условиях которых снимала только что sony fx3 ну а теперь фронталки и фронталка к сожалению если брать по-честному у сяоми на 1080p 60 fps real me только 1080p 30 fps возможно где-то что-то как-то допилит но сейчас вы видите как снимают оба смартфона на фронталку я бы сказал что разница значительная почему потому что даже 1080p может быть довольно качественным и к чему это все потому что в основном люди потребляют контент как раз 1080p 4k это запас 4k можно кропать то есть вырезать что-то без потери качества если говорить про 1080p в принципе если это 60 fps все довольно плавненько потому что на 30 даже сейчас вижу что плавность не то разумеется так вот вот так будут снимать вас фронталки в помещении где вы сможете не знаю вести блоги домашние какие-нибудь записи еще что-то при том что угол посмотрите насколько широкий угол о риме и насколько не широкий угол у сяоми одинаковые условия стоят на штативе где-то плюс где-то минус а если крупный но я думаю кто понимает съемки то те понимают что я хочу сказать и улица 4k 30 fps на обоих смартфонах держу в руках на штативе маленьком но без стабилизатора то есть вы скорее всего видите как люто колбасит картинку у риме и так оно и есть к сожалению стабилизация у риме в 4k 30 fps ужасно только штатив с собой таскать если говорить оба стабилизации у риме у сяоми на 1080p 60 fps вот вы можете наблюдать ее и здесь я бы не сказал что все прям супер волшебно с одной стороны с другой стороны сяоми не меньше вот сейчас по моему сяоми даже проигрывает может быть я не прав решать вам как говорится но и традиционно немного фронталки в тех же мракобесных условиях еще раз напоминаю видите угол при котором ловит у нас риме как который берет руль риме и угол на который может снимать сяоми сяоми разумеется проигрывает с одной стороны с другой стороны посмотрите детальность она конечно с большой разницы ставьте паузу кому интересно но с другой стороны видите сяоми ловит пересвет больше риме меньше у всех всегда есть свои плюсы свои минусы да как у техники так и у людей сложные условия обстановки 1080p 60 fps и здесь я вижу что риме справляется лучше смотрите прям лучше 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 чем сяоми напоминаю чтобы смарт разумеется уже полностью обгрыжены никаких старых прошивок нет все новенькое и сейчас посмотрим по автофокусу 1 2 опять же решать всегда вам как здесь автофокус работают но в целом картинка норм что там что там но сложных условиях опять же мы увидели как сяоми то молодцы но еще два лютейших примера фронталки принципе это и другое работает сэм сэм по мне если скинтон брать то сяоми делает чуть-чуть бледнее риме чуть-чуть красит но никто не другое них не отражает реального скинтона разумеется никакие возможности фронталок не покроют потребности съемки чего-то там серьезного но может быть исключая только самсунге яблоко вот у рим я сейчас кстати в кружочке с подсветкой силами подсветку включать не хочет так что вот так по стабу сами все видите не знаю насколько хорошо по вашему мнению все это дело отрабатывает по мне отрабатывает это неплохо но и не идеально вот так вы сможете снимать себя в лифте или не снимать лучше в лифте разумеется себя не снимать никогда на фронталку 1080p 60fps на сяоми и на риме 1080p 30 такие штуки почти все делают но в основном это правда делают из разряда селфи где-нибудь там или пытаются сфотографировать себя но если вы будете снимать на видео и рассказывать что-то допустим в онлайне у кого там что-то ловит в лифта то вот так вас будут видеть те кто пришли на трансляцию плюс-минус одинаково еще одна некомплементарная съемка но сколько таких некомплементарных съемок в том же vk инстаграме или еще что там подобным вот это сейчас у нас фронталка фронталка от сяоми и от риме понятно что обзор на риме но у меня позиция проста если есть в одну стоимость девайс конкурирующих брендов я всегда не пытаюсь рассказать и сравнить почему потому что допустим дело обзора я сначала делаю сейчас обзор на риме а сяоми отдел дел и понял что риме по соотношению цена-качество лично для меня как для покупателя это все дело покупал она выигрывает то есть внешне мне больше честно нравится сяоми если говорить о возможностях фото мне больше нравится риме если говорить о стабилизации видео сяоми но если говорить о соотношении цена-качество то сяоми лучше это к слову они со штатива одинаково снимают насколько хорошо насколько это все вам нравится решать всегда вам но по мне фронталка чего от нее хотеть 1080 30 fps две основные камеры от риме и от сяоми сейчас спускаюсь по ступенькам видите как отрабатывает либо не отрабатывает 1 и 2 стабилизация по мне они плюс-минус одинаковые к сожалению потому что хотелось бы конечно 100 получше сейчас посмотрим на 1080p на 1080p 60 fps конечно немного лучше но по мне вот я особо сильно разницы не вижу хотя даже стараюсь сети более плавно но пока все скажем так как минимум плохо если говорить о съемке объектов на 1080p 60 fps вот смотрим 1 2 вижу дерганую картинку и там и там кстати и сейчас я при траву притворюсь как будто я планирую свадьбы снимать то есть максимально плавно помню что у меня не стабилизатор не просто штатив переносной маленький и вот так если вы будете планировать что-то снимать плавно максимально плавно без стабилизатор на эти смартфоны такая картинка у вас и получится говорю не громко мне говорят а чего ты кричишь мы когда записываем никогда не кричим не видел людей которые не пытаются повышать голос как там записывают обратите внимание как люди даже разговаривают постепенно повышают он чем дольше тем больше вот так с основной камеры 4k 30 fps они могут снимать наверное этим делом я сейчас финализирую все почему потому что условия съемки довольно сложные рядом прибой слышно в воду щебетание птичек и сейчас микрофоны работают у рилме и у редми родные основная камера 4k 30 fps в принципе для того чтобы сравнить достаточно в принципе смартфон очень близки ли друг другу напоминаю что очень часто мне с основной камера конечно больше нравится сяоми при том в одной ценовой категории обычно они у рилме выигрывают не говоря уже о фронталках но как оно получилось в этот раз решать всегда вам я в принципе в резюмирую в конце скажу мое мнение и почему так много камер все очень просто это больше 50 процентов стоимости смартфона если вы посмотрите процент презентации то есть сколько нам рассказывают именно про камеры даже не про игры потому что игр не так и много то это космос смотрите как работает автофокус смотрите как они пытаются следить за звуком потому что микрофоны по идее тоже должны выбирать меня не птичку вот такие вот у нас девайса при том плюс минус очень очень похоже распаковка у меня на руках китайская версия смартфона как я уже говорил поставляется он в белой коробке с желтыми вставками из довольно плотного картона пришла коробка целая как и сам смартфон в комплекте мы имеем темный силиконовый чехол наклеенную защитную пленку краткое руководство ключ для извлечения слота под сим-карты сам смартфон блок питания на 67 ватт кабель для зарядки с юсби и на юсби си слот прорезиненный только на две сим-карты не к курил не 10 там он был полноценным чехол садится на смартфон неплохо мне он понравился весит 10 pro плюс 176 граммов а размеры 161 на 74 на 8,2 миллиметра без блока камер а вместе с ними 10,5 миллиметра розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это разумеется 5 mi band of 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок нас там уже 87 тысяч человек телеграм-канал взаимопомощи нас там 14 тысяч человек и мой личный телеграм-канал куда скидываю результаты тестов до обзоров перейдем же к смартфону полетели приобрести данный девайс можно в трех вариантах расцветки это светло-синий градиент в светлых тонах и черный дизайн устройства интересный смартфон в руках ощущается довольно тонким и удобным использовать одной рукой его можно но не всегда удобно тыльная часть матовая корпус не марки но и выполнен он из пластмассы так что неудивительно сборка как и качество материалов на свою стоимость даже в каких-то моментах они реально кажутся лучше на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости далее есть разъем юсби от тг версии 20 что неудивительно два микрофона динамики звучание здесь стерео с высоким разрешением технология real sound с четырьмя предустановками на борту но без эквалайзера ручного звучание хорошее для своей стоимости кодеков высокой четкости на борту более чем достаточно миниджека как и к порта не завезли что файл хотя многим это кажется уже атовизмом наличие к порта имени джека защита от влаги официально не заявляли что неудивительно но если пользоваться им аккуратно можно и в аквапарке снимать увидите примеры дальше смартфон оснащен супер amoled дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей full hd плюс экран с закругленными краями и стеклом с двойным усилением соотношение экрана корпусу космическая 93,65 процента контрастный 5 миллионов к одному цветовой охват сто процентов дисси ip3 с поддержкой 1,07 миллиарда цветов смартфон имеет сертификацию тиви рейланд без мерцания и низкий уровень синего света есть поддержка hdr 10 плюс плотность пикселей 394 пипи чего более чем достаточно но уже без запаса пиковая яркость 800 нет хотелось бы хотя бы 1000 при прямом попадании света на экран яркости экрана в целом хватает и пользоваться в солнечный день смартфоном можно но без запаса вообще экран слегка кажется тускловато на солнце частота обновления экрана максимум 120 герц на выбор также из 60 герц и авторежим что удобно точно 360 герц а мгновенная частота дискретизации до 1260 герц результаты теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране результат не лучший и скорее всего тач хороший но в определенных сценариях использования к примеру в играх автояркость работает корректно далее always on display на борту 10 димминг вшит шим на 100 процентах яркости около пяти процентов на 65,6 процента на 44,8 на минимальный 9,9 и на нуле также 9,9 процента показатели шима отличные глаза от экрана не устают мультитач есть и экран на 10 пальцев реагирует без проблем разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран с измерением пульса и распознаванием лица измерение пульса к слову не новинкой не редкость смартфонах и не знаю зачем оно нужно но хорошо что есть сканера отпечатков пальцев работает отлично зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя в отличие от сяомитов но можно завести 5 других пальцев распознавание лица срабатывает неплохо внести биометрические данные можно только одного лица рамки симметричный экран в целом мне понравился но яркости хотелось бы реально больше настроек для персонализации экрана под себя достаточно есть улучшение цветопередачи видео но поддерживаемых приложений этого дела очень мало процессор dimensity 1080 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами максимальная частота которого 2,6 гигагерца графический процессор молит g68 интерфейс realme юай версии 40 на базе андроида 13 версии обновлением не прилетала сразу же оперативная память lp ddr4x и доступна на выбор 8 и 12 гигабайт в глобальной версии по всей видимости есть еще 6 гигабайт виртуально расширить озву можно до 6 гигабайт сверху уже имеющихся но это все маркетинг не забываем бесполезно это приблуда внутренняя память и fs 2.2 на выбор 128 или 256 гигабайт и напоминаю что расширить память вставив микроэзди здесь нельзя имеется поддержка вайфая 6 серии поддержка 5g сетей что для нас не особо актуально но хорошо что они есть для 4g есть 7 band 20 нет но напоминаю у меня китайская версия смартфон связь ловит отлично звучание во время разговора хорошее микрофоны и датчики приближения отрабатывают также без нареканий вибромоторчик неплохой ко всему настраиваемые есть поддержка технологии ох аптекс что круто bluetooth версии 5.2 не последний но тоже хорошие на все модуль на борту из навигации на борту gps глонас галилео байдоу и qz с gps тест показывает точность 1 метр что отлично емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писи марки смартфон выдал хороший результат в 9 часов 53 минуты я бы сказал даже великолепный тест я проводил при 120 герцах на 100 процентах яркости 10 pro плюс поддерживает быструю зарядку на 67 ватт за пять минут он заряжался у меня на 5 процентов за 17 минут до 43 за 35 до 80 за 50 минут на сто процентов беспроводной зарядки разумеется нет поедает за час просмотра видео на ютюбе на максимальной яркости по вайфая в среднем 6 процентов в играх сейчас среднем уходит где-то процентов 16 17 показал 10 pro плюс себя в играх отлично хотя опять же по рекомендованным настройкам графики мы понимаем что запас здесь минимальный то есть вы будете играть комфортно не перегреваясь вообще то есть когда я допустим начал в твиче играть в апекс температуру смартфона было выше через 10 минут чем через час он максимально оптимизирован но опять же настройки были не космические выкручивать на максималках я здесь не советую перейдем же к тестам в тесте на стабильность смартфон выдает следующие результаты 176 гипсов минимально максимально 253 в среднем 210 на стоп оттоках при 60 минутах очень даже скромно правда относительно прошлых моделей в гиг бенче в пятом в сингл коре 842 в мульти коре 2358 3d mark показал wildlife 2278 wildlife extreme 634 wildlife stress test 2295 wildlife extreme stress test 637 slingshot extreme 3834 slingshot 4943 бантута устройство выдавало 517 тысяч попугаев сторож тест показал отличные 41 тысячу 45-минутный стресс-тест прошел но не совсем идеально хотя и неплохо результаты вы можете наблюдать на экране бантуту а и выдал сто семьдесят одну тысячу что в принципе неплохо для этого процессора основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров и двойной лет вспышки основной про light на 108 мегапикселей с углом обзора 83 градуса со светосилой f 1,75 сверхширокоугольная на 8 мегапикселей с углом обзора 112 градусов и макросенсор затычка на 2 мегапикселя запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4к 30 fps автостаба нет цифровой на борту но ощущение такое что его нет также смартфон поддерживает таких технологий как street mode версии 30 smart iso про фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с углом обзора 82,3 градуса находится в верхней части экрана по центру в вырезе максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps в стоке смартфон имеет достаточное количество различных режимов и всевозможных вспомогательных функций для фото и видеосъемки фото на основной сенсор получаются хорошими в ночное время суток если правильно выставить смартфон то можно получить отличный снимок без шумов если попытаться сфотографировать что-то на быструю руку то однозначно будет небольшая дымка или засветы шумы или тому подобное он не такой шустрый как опять же пиксели про которое вспоминал днем фотографии получаются достойными даже на сверх широкоугольный сенсор но ночью его использовать не советую так как картинка мыльная 108 мегапикселей фото обрабатывается не сказал бы чтоб прям долго но не быстро фронталка снимает неплохо и довольно детально только проблемы со светом короткие примеры видео и фото вы сейчас увидите к 30 fps это максимум ночь и даже стоя вижу что стабилизации здесь в 4к 30 fps нет ни оптической не не цифровой держу в двух руках если плавно переводить на допустим более освещенное место вы видите что картинка чуть-чуть фризит чуть-чуть плывет и стаб конечно никакого сейчас я начинаю двигаться и все и понеслась 4к 30 fps ночью только на штативе вместо 1080p 60 fps и здесь я уже вижу стабилизацию хотя тоже все равно все попа поймал чистоту на антимерцание не всегда срабатывает 1080p 60 fps вот так жарят блины с с бананами и яйцами во всяком случае вы видите предметную ночную съемку и перекручены цвета прямо конкретно яркий яркий красный кожа намного светлее выкручены цвета фронталки с нулевой ретушью и все равно ретушь я вижу будем считать что они просто очень очень хотят чтобы вы выглядели лучше чем на самом деле ночь кружочки я подсвечен и насколько хорошо но сколько не на сколько фронталки все ночью плохо снимаю в принципе как и основные камеры ну и даже локация 4к 30 fps ощущение как будто у меня тремор и плюс я еще и пьяный но нет просто нет здесь стаба никакого надо с собой ташка таскать штатив если хочешь хоть что-то снимать адекватно и разумеется шумы и остальные прелести с пересветами все-все-все как ожидалось много фронталки в очень громком месте а вот здесь уже при нем в освещении в принципе неплохо снимает вопрос правда еще остается по поводу того как работают микрофоны их приходится перекрикивать 4к 30 fps основная камера walking street опять же все громко все трясется встали посмотрели забыли 4к 30 fps съемка со стола лютый перекрут много музыки долго вставлять не буду но если вы решите предмет на фиксации снимать будет вот так пример съемки видео в лифте основная камера она почему-то подтормаживает на холодную то есть как только ты включаешь ее нужно разок включить скинтон конечно космос но вот что есть то есть x максимум x10 ну немного фронталки с изменением освещения вот так и день 4к 30 fps поездка рядом со школой мы остановимся скорее всего нет разрешили нам проехать и храм которая фотографировала и немного моря 4к 30 fps также в движении держу одной рукой по мне сильно не трясется опять же надо смотреть будет как все это дело будет в записи пока неплохо я думаю что вы согласитесь со мной что вот сейчас ты еще 80 60 fps намного все приятнее выглядит и трясется для ультра ширика предельное разрешение 1080p 30 fps и это максимум что он может съемка с одной руки целом не самый плохой вариант опять же с автофокусом здесь разумеется ничего с ультра шириком 4к 30 fps очень интересный объект движущийся солнце много и вроде бы smart справляется но смотрим при разных источниках перекручивает он цвет то есть здесь бледно-бледно розовый он все-таки делает цвет более насыщен и вот так он будет снимать против солнца так если солнце будет позади меня 4к 30 fps опять же плавненько если вести то все будет хорошо желательно разумеется здесь диджаевский какой-нибудь приборчик и немного фронталки 1080p против солнца а вот уже солнце бьет мне в глаза и в целом ну неплохо неплохо хотя все равно позади меня картинка мультяшная если брать меня то такое ощущение что есть все равно сглаживание притом приличную 1080p немного вечерные съемки фронталка и вы видите уже сверкается а если посмотреть на фонари то они уже здесь горят но от того что здесь они горят пока солнце не зашло полностью и в принципе освещение хватает а даже кстати вы не можете увидеть фонари почему-то он не хочет видеть фонари но это все не важно важно как работает микрофон важно как работает стабилизация важно нравится ли вам скинтон а прочих скинтон это цвет кожи кто не понимает когда блогеры говорят что вот не скинтону яблоко допустим не нравится смотря как смотреть опять же для чего и целом вот если полностью вытягивать руку то какой-нибудь там блок ввести можно но по стабилизации конечно это печать можно потом программами вывозить но чтобы кто вам не говорил из разряда я там стабилизацию потом сделал где-то там нет это так не работает все равно будет какая-то лопутень будет лютый кроп и не факт что у вас будет хорошая картинка потому что искажения идут не только из разряда там кропнуть и все искажение идут капитально в любой картинке подобных условиях обстановки так что оцениваем сами насколько вам нравится 4к 30 фп столько увидел здесь самолет любят они самолета везде запихивать т.ц интересно выглядит правда и темнеет прямо в прямом смысле на глазах то есть буквально пять минут назад было намного светлее чем сейчас и это 4к 30 fps разумеется с основной камеры 60 fps повторяю здесь пока нет и не факт что будет теперь 1080p 60 fps сумерков можем попробовать пройтись с ними почему потому что с основного модуля конечно составом должно быть все лучше насколько лучше или хуже будем смотреть уже когда выгрузим вы это уже видите я пока могу только предполагать но по мне колбасит камеру эгегей как если с одной руки снимать если с двух и пытаться совсем медленно идти нет это не у не уровень данного смартфона съемка максимально злачного места вот здесь улочка но рассказать я хочу вам не о том как она не очень хорошо снимает эта камера 4к 30 fps о том что ультра ширик ночью абсолютно бесполезен точно ночью вообще ничего не видно я ставлю примеры но поверьте мне и плюс я в телегу разумеется скину эти примеры а геом ультра ширик здесь тоже не особо хорошо всем нет съемка пока очень сильно не нравится за эти деньги у сяомитов даже из старенького чего-то снимает значительно лучше 4к 30 fps и вот так вы сможете на вон класс снимать если держать одной рукой как вам будут делать сахарную вату славы там может быть много вкусов на я вижу дернука дерганую картинка я вижу очень дерганую картинку ощущаю что здесь не 30 fps а может быть 20 и со светом я скажу что перекручены цвета очень сильно но это не худший вариант но просто хотелось бы чего-то конечно лучшего еще немного фронталки против солнца и в целом она справляется почему потому что солнце бьет прямо в сенсор а позади меня все равно что-то видно это хорошо при том микро мне нравится как работает пока ультра ширик только в 1080p 30 fps разумеется ни о какой стабилизации а нет кстати я хотел сказать ни о какой стабилизации не может быть и речи но я вижу что вот на ультра ширики 1080p 30 fps став принципе работает и фризит меньше чем на основную ну что за магия такая 4к 30 fps стационарно никуда не двигаюсь ничего не делаю двумя руками держу не на штативе правда и все равно вижу легкий трамор 1080p 60 fps такая же история но уже стаб виден хоть какой-то и стандартный тест крилме 10 про воде так делать нельзя но я уже знаю что здесь я во-первых не намочу его во вторых мне интересно как он будет себя вести если он прямо в прямом смысле плывет то есть считать это как мини штатив так как я держу его в руке и большому счету ничего произойти не должно в идеале в идеале я думаю что он хорошо снимает надо смотреть дальше на компьютере но при идеальных условиях обстановки понятно что может быть солнце ему и бьет в камеру но не сильно это раз а два нужно четко понимать что снимает он свою стоимость напоминаю что где-то в районе 17 с копейками как раз китайскую версию можно было приобрести и огромный минус разумеется в том что нельзя смарт мочить а насчет цены разумеется что в глобалке он дороже но в глобалке опять же если брать глобальную версию на али вроде бы в ритейле у нас будет нормальная цена пока еще не видел но будем надеяться у меня кстати недавно получается вышел наверное тот момент когда вы смотрите либо выйдет ближайшие дни топ до 30 тысяч рублей в ритейле российском то есть если вы не хотите где-то там заказывать сможете посмотреть что я советую брать рядом у дома опять же в ритейле тоже бывают целы поэтому помните про это и пользуйтесь всегда покупать надо с умом и надолго 3k 30 fps мало красивых видов не бывает но меня конечно расстраивает что даже если у вас будет красивый вид вы видите какая картинка подтормаживающая мягко скажем если смотреть автофокус вроде все хорошо а вот сама плавность нулевая то есть здесь нет ощущения что 30 fps нет печали что цвета выкручены более менее чуть-чуть он чуть-чуть выкручивает а вот печаль что ты не походишь с этим смартфоном без стабилизатора она имеется при том даже когда у тебя 1080p 60 fps у тебя есть ощущение что у тебя картинка какая-то дерганая но опять же на вкус и цвет я верю что римми смогут что-то допилить но вопрос допилят ли потому что есть моменты в которых они сделают модель дешевле и вполне возможно им не интересно делать из этого смарт который будет лучше чем их флагманов по съемке сейчас 1080p 60 fps я включил стабилизацию дополнительную я вижу как она работает она работает неплохо но я прям вижу как во первых подтормаживает сам смарт я перевожу его допустим с одного положения в другое картинка запаздывает примерно на секунды полторы может быть в обзоре даже покажу и тут вопрос как это все дело запишется на него логично идет небольшой кроп но во всяком случае так уже можно снимать пусть даже с искажениями только вспомнил печаль про rolling shutter его здесь нет нет хорошо ультраширик работает только в 1080p 30 fps максимальное увеличение при съемке фото здесь x20 я вам скажу что ближе чем x5 не стоит делать потому что получается мыло мыльное то есть это тоже чистой воды маркетинг и здесь я вижу что даже без ультра стабилизация и отключил ультра шире клона подтормаживает проще говоря я веду smart картинка показывает потом чтобы пошла за движениями смартфона 1080p 60 fps снимаю в теньке солнце уже меньше и и уже лучше уже лучше меньше солнца больше тенька меньше движений 180 и 60 fps объект даже объект правильно все равно бутылка воды и мне кажется что если смотреть со смартфона ролики с ван класса это более чем достойно понятно если вы попытаетесь смотреть его на телевизоре вот это кстати слова об автофокусах и всем остальном почему даже старое яблоко рулит но не будем о грустном и к 30 fps очень красочная локация и надеюсь на этом смарте она вам нравится и теперь немного теста фронталки опять же фронталка в трубе рилме топить нельзя и если сейчас но я надеюсь он сейчас не утонет очень надеюсь потому что вполне возможно он может утонуть чисто технически вот так вы сможете снимать себя на фронталку если решите прокатиться на такой что повели ультраширик немного видов и еще немного видов ультраширик family zone к сожалению кататься мне здесь нельзя как пустить но выглядит классно x2 все еще помолизовал какие-то обрывки просто я очень надеюсь что когда я скину на компьютер это будет выглядеть намного приличнее и еще немного фронталки теперь уже чуть-чуть других условиях по мне работает она нормально главное не утопить смартфон до обзора что тоже вполне вероятно вот сейчас на него попала вода надеюсь что я уверен что он все будет хорошо но не факт потому что еще раз попала вода вроде бы микрофона она не попала единственный момент будет один близкий к утоплению вот он сейчас и нет не вылетел вот так вы сможете снимать себя если захотите с фронталки данного смартфона на вот такой штуке 1080p фронтальная камера ночь поездка и подсвеченный окружком едем не быстро целом все равно драмы есть пикселей хватает и разуме немного 4k 30 fps ночных вообще плывет все ну как у всех может чуть чуть больше всего флагманов но напоминаю что в режиме поездки лучше это дело не юзать этого мне gopro 1080p 60 fps ночная фронталка и я включил суперстаб но мне кажется что не стоит этого делать плане не не стоит использовать фронталку со суперстабом они стоит двигаться во время того как я снимаю потому что не сказать бы что это все волшебно работает если не сказать что не волшебно вот так и ночной фронталки со суперстабом вот вам пожалуйста работает работает притом довольно неплохо хотя хотя я вижу искажение когда я туда из такой видите вот так она и отрабатывает нечего издеваться и нечего жаждать от чего-то чего-то космического от смарта за эту стоимость по съемке от бибики тем более 1080p 60 fps плавно медленно смотрим пытаемся на улицу с двух рук но нет это расколбас вообще не знаю где здесь стабилизация то самое включил стабилизацию сверх теперь тормозит смартфон надеюсь что вы не видите этих тормозов также съемка с двух рук может быть еще ниже разрешение теперь 1080p 30 fps включена сверх стабилизация и он все равно тормозит за что такое 4k 30 fps пляж я понимаю что мучить смартфон который не особо хорошо работает ночью не очень хорошо но вы будете же его где-то использовать вполне возможно кто-то будет использовать его ночью или не будет носите с собой штатив 4k 60 fps ультра сложную ночная прогулка но вижу я намного больше чем сейчас вам показывает смартфон и здесь освещение намного лучше чем вам кажется вот такие вот дела ну и стаб даже в 1080p 60 fps что-то отказывается напрочь работать все еще отказывается все еще надеемся он все еще отказывается если говорить о фронталке то она более чем потребна в этих условиях сейчас рассеянный свет никаких слишком ярких солнечных лучей нет с одной стороны с другой стороны не ночь туч не видно он и не показывает и ощущение легкого тумана и для легкого тумана камера вполне достойно 1080p 60 fps немного съемки в дождь и трилме если ехать как вы видите даже в 1080p снимает никакого лучше какой-нибудь очень дешевый гоупро купить понятно что много примеров но лишними они никогда не бывают правда вроде камера не потеет это самое важное потому что влажность просто космический минусы нет и к порта нет миниджека нет 60 fps для основного сенсора и для фронтального нет 20 бенда опять же это касается только китайской версии и кому-то может не хватать яркости мне ее хватает но относительно конечно флагманов хотелось бы хотя бы еще не 200 сверху потому что 800 это не в какие ворота конечно цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео в резюмирую скажу за какие деньги я его покупал не забудьте подписаться на мой телеграм канал взаимопомощи скидок написать какой-нибудь комментарии участвовать в розыгрыше и резюмировать я бы хотел нестандартно на фронталку от римы почему потому что по большому счету ну неужели вы видите разницу между четырьмя к и 30 fps на ютюбе и 1080p 60fps я вижу может быть даже в лучшую сторону относительно 1080p 60fps к чему это все к тому что девайс вышел очень хорошим если вы подписаны на мой телеграм-канал скидок вы знаете что я его приобрел на алиэкспрессе за 16 900 на низком старте получается когда был не особо высокий курс и старт продаж у них потом ценник вырос но вот сейчас он в районе 18 900 то есть 17-19 тысяч очень классный девайс за эти деньги если брать глобалку глобалку на старте продаж я посмотрел я купил за 21 321 тысячи рублей и она мне уже пришла на нее тоже будет обзор так вот глобальная версия за 21 это просто нереальная бомба если говорить сейчас сейчас они хотят за этот смартфон 25 тысяч рублей и сейчас вот барабанная дробь мне smart безумно понравился матовая поверхность неплохая камера фото классные стабильность процессора из его живучесть супер почему потому что девять с лишним часов писем арки это не просто если говорить об экране да где-то downscale но шим не космос яркости хватает несмотря на скромные цифры но вот это все по большому счету к сожалению нивилируются тем что скоро будет на опять урилами да это будет китайская версия но вполне возможно потом они выкинут это дело в глобале у сяоми выйдет много очень сильно я уверен глобалок в перспективе если вы покупаете у дома и вариантов у вас других нет большому счету если я вам сказал у сяоми 12 и посмотрите 12 про в магазине но там ценник совсем другой в эту цену я думаю что сейчас альтернатив нет если вы считаете что есть напишите мне в комментариях только пусть пожалуйста это не будет пиксель 6 а я понимаю что google в поиске в первую очередь пиарит пиксели поэтому я на них делаю обзоры на ютюбе и он нет мне льет рекомендации их смотрят не смотрите на просмотры youtube это корпорация google google рекламируют свой же бренд и разумеется нам всем кажется что людей которые любят отензора а это не очень хорошие процессоры и больше да за эти деньги можно купить пиксель 6 а да он будет лучше фотографировать все все что он будет делать лучше вот просто все поэтому риме однозначно 10 про плюс да но я всегда советую своим подписчикам в первую очередь думать головой потому что это ребенку когда даешь конфетку он говорит дайте мне конфетку я не буду ждать через час пять конфеток я хочу сейчас вот то же самое с девайсами если вам сегодня не горит подождите чуть-чуть помониторьте цены не забудьте кстати подписаться на телеграм-канал скидок телеграм-канал забыть взаимопомощи мой личный телеграм-канал я туда скидываю исходники многие спрашивают саня зачем столько видеофото и вот их не так и много их надо значительно больше туда скидываю так чтобы вы могли сравнить но очень часто люди замечают особенно в телеграме что по большому счету что девайс за 10000 рублей каждый третий к слову не может понять разницу фото между девайсом за 10000 рублей это люди которые интересуются техникой и девайсом за 70000 рублей потому что телеграм сжимает просто все люто это раз а два понимаете если вы потребляете контент на своем смартфоне либо телевизоре либо ноутбуке вы помните о своем разрешении о своей качестве картинки и если это качество картинки не из разряда там 8к или какие-нибудь последние яблоки зачем вам съемков супер съемка если у вас нет в принципе устройство с которого вы будете его потом воспроизводить а если говорить о ютьюбе ну что сейчас плохое качество картинки на фронталку на фронталку с 1080p 30 fps друзья кстати возвращаясь к качеству фронталок и всего остального я хочу отметить такой вопрос никогда тоже не смотрите на какие-то вопросы из разряда а что вам надо вы понимаете что нас половина населения интересуется техникой допустим мужское население у меня 93 процента зрители это мужчины и 7 процентов женщин но женщины также покупают смартфоны просто они не будут заползать в интернет и говорить вот мне нужна фронталка 4k потому что нам мужчинам в основном фронталка не нужно нам нужно что сфотографировала чек может быть машину новую ну и по большому счету все все с основной камера много делаем селфи нет для съемки в принципе со штатива более чем достаточно если брать стабилизатор диджей вообще неважно я всегда говорю если вы хотите снимать какие-то фильмы вообще неважно если вы диджей покупаете какая у вас стабилизация на смарте он сделает за вас все авито бушный диджей какой-нибудь там за 5000 рублей и у вас классный смартфон девайсу однозначная да подписывайтесь с колоколом все кто оставил комментарий больше пяти слов огромное спасибо знаете вы помогаете проекту и те кто разумеется посмотрел этот ролик тоже огромное вам спасибо добра и удача вам дорогие друзья